Приветствую вас. Мне кажется, что ваш текст составлен не совсем корректно, в том смысле, что нет вопросов. Тут вот откровенно нет вопросов. Понятно, что вы спрашиваете, что за мной, я хочу понять, что за мной. Это понятно. Но депрессию, например, диагностировать вас здесь никто не сможет на сайте. Чтобы диагностировать депрессию, вам нужно обратиться к врачу и, значит, очно, очно, именно очно, да, освидетельствоваться. Тогда вот действительно что-то может, будет у вас появится информация. Именно вот о, ну, о себе, да, появится информация о том, собственно, что и как. Вот, с вами, в плане депрессии. Пока этого нет, да, вот, пока нет этой информации, пока нет освидетельствования, диагноза, да, что вот, ну, что у вас действительно депрессия или, наоборот, диагноза, что депрессии нет. Ну, мне кажется, что никакого смысла вообще вопрос именно так ставить, на мой взгляд, нет. Вот, на мой взгляд, никакого смысла. Вот, дальше, так вот, по описанию, да, больше похоже, что вы именно все-таки профессионально выгораете, больше, нежели, нежели чем, нежели чем, допустим, у вас депрессия. Вот. То есть, ну, вот, по крайней мере, мне так видится. То есть, очень похоже, что вы, скорее, именно выгораете профессионально. То есть, вы говорите, что вы не хотите помогать людям, вы говорите, что это не ваше, что вы говорите, что вам это не нравится, что это все не ваше и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А мне кажется, что это куда более, значит, про вас, куда более про вас, чем про депрессию. Вот. Вот. Но, здесь, конечно, нужно выясняться. То есть, как вы, например, пришли к своей работе, да, то есть, ну, как вы пришли к этому, к тому, что вот вы работаете, да, как вы пришли к тому, что вот вы работаете, да, чтобы заниматься тем же, чем вы занимаетесь сейчас. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что профессия у вас специфическая, да, это не какая-нибудь там профессия популярная, да, сейчас там в виде, там, не знаю, того же, того же менеджера, да, и так далее. Такая профессия такая, достаточно специфичная. Вот. И если, допустим, ну, человек может случайно стать менеджером, вот, может случайно стать, там, кем-то, то вряд ли можно случайно стать медиком. Вот. Вот. Тем более работающим детьми, да. Кстати, я не думаю, что вы именно случайно стали специалистом в этой области. Вот. Ну, и раз так, да, раз вы не случайно стали специалистом в этой области, вот. Ну, значит, получается, что вы как-то пришли туда, вот, получается, что вы как-то, значит, оказались в этой сфере. И было бы очень хорошо, было бы совсем хорошо, если бы вы рассказали нам об этом, как вы пришли в эту сферу, как вы пришли в нее. Вот. Вот это было бы идеально, на мой, на мой, на мой взгляд, это было бы идеально, если бы вы сказали, как вы пришли в эту сферу. Потому что, ну, согласитесь, немного странно, да, что вам вроде как, вы вроде как работаете медиком, да, но вам не хочется помогать людям. Людям. Вот. Совершенно. То есть, как бы, я вас на самом деле не обвиняю, да, я не обвиняю вас ни в коем, ни в коем случае, да, не хочу вас обвинять. Вот. Ну, просто говорю о том, что это странно. Это странно. Это странно. Это очень странно. Так что я думаю, скорее всего, что вы выбрали эту профессию, наверное, с определенными ожиданиями. Ну, вот. И когда эти ожидания, вот, не оправдались, у вас, ну, начались сложности, то есть, вы стали эмоционально выгорать. Вот. Вот. Возможно, вы как-то неправильно организовываете свою деятельность. Вот. А, то есть, ну, возможно, вы слишком сильно вовлекаетесь в процесс. Вот. Возможно, есть еще что-то, о чем я не знаю, но, то есть, тут можно поработать, конечно, с личными границами вашими. Тут можно поработать и с тем, как вы позиционируете себя, да, то есть, ну, на работе. То есть, слишком ли вы много на себя, допустим, взваливаете. Вот. Все это можно посмотреть, безусловно, но мне кажется, что дело вмешивается еще и то, что вы в себе не уверены. Да, то есть, вот вам как бы кажется, что вы стараетесь повышать, да, вы стараетесь повышать уровень своего профессионализма. Может быть, делать этого не стоит, потому что вы достигли своего потолка именно в этой профессии. И когда вы теперь пытаетесь это сделать, ну, ничего хорошего на самом деле не получается. Вы лишь только себя мучаете еще больше, вы лишь только себе вредите еще больше. Ну, вот. Ну, тут, конечно, понятно вам решать, безусловно. Но мне думается, мне думается, что так, мне думается, что так. Вот. То есть, подумайте, как бы вам себя, как бы вам расслабляться, да, так вот, куда вы возвращаетесь после, ну, после, после работы, вот, куда вы возвращаетесь, то есть, ну, куда вы идете, в свою семью вы идете или в родительскую семью, да, подумайте, как вы расслабляетесь, то есть, что вам делать нравится, что вы делали бы для, допустим, ну, для души, ну, вот, своей души, да, и так далее. То есть, это вот такие очень, на самом деле, очень важные моменты, без которых вам, наверное, ну, не получится справиться с проблемой. А, значит, вот, утром тяжело, часто опаздываю. А, почему тяжело, да, потому что вы не отдыхаете. У нас сейчас классная работа, работа напряженная, а вот, действия с действием, каких-то действий для того, чтобы отдохнуть, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться, именно, именно прогрессировать важнее. Ну, соответственно, тут вот у вас на выбор варианты, да, они, вот, в принципе, такие, такие варианты на выбор. То есть, либо вы нынче работаете, либо вообще уходите с работы, либо вы определяете для себя цели работы, да, вот. То есть, ну, это цели, это цели. Цели не обязательно могут быть связаны с помощью людям, да. Цели могут быть связаны и с чем-то другим, да. То есть, например, это могут быть, это могут быть цели, связанные, допустим, с заработком денег, например. Да, это может быть еще какие-то цели там реализовываться и так далее. Вот. Ну, и последнее, что мне, наверное, хотелось бы сказать вам, да, это то, что вы, вот, знаете, ну, то, что вы как-то, как будто бы боитесь какого-то, знаете, осуждения, что ли. Вот. То есть, я вот не знаю, как обстоят дела, да, но мне почему-то кажется, что, вот, боитесь вы какого-то осуждения, то есть, боитесь, что вас осудят другие люди, например, да, то, что их некомпетентны. Вот. Вот. То есть, это, знаете, дамок, вот, меч. Вот. То есть, человек постоянно ожидает угрозы какой-то. Вот. Вот. Даже тогда, когда угрозы нет. Вы живете постоянно, постоянно под этим ощущением, под ощущением постоянно угрозы. Вот. Вот как мне показалось, именно в вашем, именно в вашем тексте. Вот. И если это действительно так, если вы действительно живете состоянием постоянной угрозы, то, ну, мне думается, что во мне нужно сначала выйти из этого состояния, да, из состояния угрозы постоянного, потому что, ну, это громаднейший стресс, это громаднейший стресс, абсолютно громаднейший стресс, вот, и жить в таком состоянии крайне тяжело. Так вот мне кажется, по крайней мере, вот, поэтому я рекомендовал бы вам задать внимание, то внимание тоже обратить, вот. Ну и развиваться, да, так сказать, вот вы планируете развиваться, то развивайтесь, конечно, конечно, развивайтесь, делайте все, что нужно, но помните, ну, помните, допустим, да, вот просто, допустим, помните, что, как бы, развитие, ну, не должно вам вредить, да, развитие не должно, как-то, вот, лишать вам, вот. Развитие все-таки это всегда делается по желанию человека, вот, развитие всегда делается по потребности человека, а не по нужде, а просто развиваться именно нужно, вот, спонтанно. То есть, если вы не можете развиваться спонтанно, если у вас нет такой возможности развиваться спонтанно, ну, значит, развиваться вам не нужно, или нужно, но не в ту сторону, вот. Может ли у вас на фоне данного конфликта развиться депрессия, появиться депрессия? Да, может, конечно, конечно, может развиться депрессия, может, безусловно. То есть, если вот вы так, в такой вот форме, да, пробудите, пробудите, там, несколько лет, я не знаю, сколько вы сейчас работаете, несколько лет пробудите в такой форме, то депрессия вам гарантирована, депрессия вам обеспечена, обеспечена и, ну, скорее всего, либо болит, то есть, либо депрессия, либо заболевает, вот. Поэтому, если сейчас у вас депрессии еще нет, да, вот, то, иначе, что она не появится в будущем. Опять же, могу ошибаться, да, но вы как-будто прям, знаете, вот хотите, чтобы у вас была депрессия, прям, ну, ожидается, да, вот она у вас была, чтобы она у вас была. Мне почему-то так показалось, я тоже могу ошибаться, вот. Так что, тут я рекомендую вам только двигаться, двигаться, вот, в этих направлениях, вот, которые я озвучил, и все, потому что варианты у вас не особо, вот. Самое главное, это, конечно, посмотреть субъективную сторону того, что вы делаете, вот. то есть, я имею в виду, субъективную сторону, да, именно вот того, как вы пришли, значит, к работе. Для вас это, вот, мне кажется, прямо необходимо. Если вы пришли к своей работе как-то вот через силу, то это для вас может быть очень печально. Печально и грустно. Потому что, ну, хорошее из этого ничего не получится. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok